I have ways of blowing things up И здесь есть на что посмотреть, как по мне Во-первых, во-вторых Смотрите, глаз следит за мышкой Это прикольно, это пугающе Давайте зайдем в настройки Я уже немножечко покопался Я хотел с вами немножечко кое-что обсудить У нас есть емкость инвентаря Есть такая вещь, как классическая Правило шести для опытных фанатов хорроров на выживание Это не я Это не я Я вообще не опытный и на самом деле не особо-то и фанат Но я так понимаю, что правило шести Это инвентарь из шести клеточек Есть увеличенная Это аварийная заявка для тех, кто не любит управлять местом в инвентаре Есть исправленная Правило шести Модули не занимают место в инвентаре То есть есть Я не знаю, по крайней мере, что такое модуль Я еще не играл Но я предполагаю, что это некоторые вещи Ну, типа, чем мы будем пользоваться То есть место в инвентаре всегда очень сильно ограничено Я сужу по Resident Evil, по Biohazard Как это По классическим схемам Так вот Извиняюсь Тут у нас это немножечко получше Но мне, честно говоря Я не знаю, можно ли будет это потом исправить Я бы Вы, наверное, будете меня очень сильно ругать за эту тему Но я, наверное, возьму увеличенный Для тех, кто не любит управлять местом в инвентаре Я люблю управлять местом в инвентаре Мне очень нравится сортировать и всякое такое Но я просто не знаю, чего ожидать от этой игры И это, грубо говоря, мой первый экспириенс подобного рода Поэтому я, наверное, перестрахуюсь Посмотрим, во-первых, можно ли менять как-то это все Во-вторых, давайте хотя бы первую серию снимем в таком формате Просто, чтобы понять Как это и что это Также тут игрушка предупреждает о том, что кто там слишком светочувствительный И всякое такое не смотрите И также игрушка предупреждает через мирное насилие Тоже я вас предупредил Чтобы потом ко мне не было Вообще 18+, так что, дети, идите в школу А все, кто остались, давайте смотреть Будем начинать Тут дублируется все сверху на японском Но на заднем плане почему-то говорят Ахтунг, Ахтунг Причем, ну, язык я выбрал, как вы сами видите Ладно, в общем, поехали А это немножечко все волнительно Проснись, Нео Мне очень сильно понравился визуальный стиль этой игры Собственно, потому мы сейчас здесь Посмотрим, как я со всем этим буду справляться У, это я Управлять на васт На мышкой управлять не могу На мышкой я могу только поворачиваться На shift я могу ускоряться Управление клавиш так Мышкой можно тыкать Можно, нужно попробовать, можно ли клавиши тыкать Это наверх подняться Инвентарь О, тап, тап, хорошо Как пип-бой Вот, у нас инвентарь на 6 клеточек С Карта А просто М Просто М тоже работает W снаряжение А, это ты листаешь, типа, вверх-вниз Я понял QE это другой этаж Которых у нас пока что нету F А, стоп F и тыкруть Угу, все, я вас понял Верхняя палуба, нижняя палуба Так, здесь DA, выберите предмет Empty slot, empty slot Тут мыши нету вообще Может быть она Может быть она бы лучше на геймпаде каталась Потому что мышь тут вообще не предусмотрена Она предусмотрена здесь Не, если придется целиться На его нафиг Тут сюда нельзя Да Короче, или кнопкой И Или мышью Мы выбираем действие Там у нас все заперто Climb up Хорошо Можно пройти дальше Можно пройти сюда У нас Слушайте, а смотрите Вот эти вот центральные значочки Такие, как пятерочка Мне оно чем-то Мне оно чем-то напоминает Alien И дверями И формой двери И формой вот этих значков И Крио А куда нам вообще? У нас есть Ай Нету Ай у нас нету Слушайте А это случайно не рогалик? Ну я надеюсь, что нет Я люблю рогалики Но я надеюсь, что это игра На прохождение А присесть Присесть нельзя Можно зайти Я так понимаю Почитать Руководство по эксплуатации Судна типа Penrose Суда типа Penrose Народного флота Евсана Представляют собой Недорогие корабли Для исследования космоса И применяются За пределами Солнечной системы При поиске планет И лун Пригодных для заселения Или богатых Природными ресурсами С целью Обеспечить Непрерывный рост Нашей великой нации Чувствуете, чем попахивает Следующий Все суда Penrose Пилотируются Гештальтофицером Разведки Которому помогает Реплика Уж не я ли Реплика Специализирующая На наземной разведке И корабельной технике ЛСТР Такая партнерская система Подразумевает Сотрудничество Гештальто и Реплики Доказала Свою успешность В ходе Многочисленных Разведочных операций В прошлом Объютный контроль И поддержка Позволяет добиться Оптимальной Эффективности Как гештальтофицеру Так и Реплики Технику Когда судно С помощью орбитального Рельсотрона Катапультируется Катапультируется В направлении Примерно Периметра Солнечной системы Пилот может Корректировать его Курс С летной палубы Реплика Занимается Поддержанием Исправности Технического Системы Судна Ну что ж Мне казалось Что тут Есть еще что то Но это видимо Просто замок Контейнера Так выглядит Можно пройти Дальше Можно пройти Сюда Но сюда Нам нельзя Хорошо Карта у нас Верхняя палуба Подожди Тут у нас Была только Только лестница Так я понимаю Так Хорошо Здесь Да Нам показывают Синие и красные Двери Upper Gallery Stern Hall Верхняя палуба Penrose 512 Это внизу В общем И туда еще Блин Если бы можно было Мини карту сделать Было бы настолько Офигенно В общем Если ты тыкаешь Кнопочкой И То он тебе дает Опции Что сделать Если ты тыкаешь Мышкой То он просто Это делает Отсюда у нас Это криогенная Отсюда у нас Никакого выхода Нету Я не знаю Что мне жать Да Мне нужен Какой-то Грубо говоря Код Не код Для того Чтобы это Пробудить Система диагностики Криогенной Капсулы Ан Угу Мы В этом что-то Натыкали Так Хорошо Но я не знаю Пароль Пойдемте Поищем Вот это Была Тень Сейчас Офигенная Может Мы найдем Какую-то Инфу О Уже Выглядит Оптимистично Грязная Страница Из дневника Цикл Какой-то Там Какой-то Проснулось От Криогена В том Клубе Я все Думала Эстер Встретила В Полетной Палубе Человека Который Стерлась А Терялся В мыслях Который Терялся В мыслях И там У меня такое Чувство Дом Мы это Где мы Это все Записываем Мы это Все записываем Блин Я же так понимаю Мы какой-то То ли синт То ли робот То ли еще что Тут кстати Дверь забаррикадирована Нет Ну она не забаррикадирована Там нету двери Это беговая дорожка Я понял Так И Нет Мышь Ладно Короче Я попробую Приноровиться Ко всем этому Хорошо У нас остается Еще Два выхода Которые мы можем Чекнуть Там красным Оказывается О Стоп Особенности ЛСТ Ремонтный логический Модуль Реплики Типа ЛСТ Такие же Как вы Служатся Нашей Великой Нацией Корабельными Техниками На судах Программы Пенроуз Иснащены Ремонтным Логическим Модулем РЛМ Ремонтный Логический Модуль Да Все верно Которые Позволяют Им быстро И без проблем Устанавливать Важные Для выполнения Миссии Оборудования Доступ К функциям РЛМ Нажмите Таб Чтобы войти В соответствующее Меню Нажимали С помощью AD Выберите Предмет Который Хотите Ремонтировать Так Нажмите F Чтобы Отплатить Уважением Чтобы Открыть Командное Меню Выберите Пункт Соединить Чтобы Войти В режим Соединения Так Стоп Нажимаем Таб Это у нас Менюшка AD Это Листать Понятно Нажмите F Командное Меню И Соединить Хорошо В режиме Соединения С помощью AD Выберите Второй Предмет Снова Нажмите F Чтобы Соединить Предметы Чтобы Отремонтировать Тело Реплики Укажите Подходящий Ремонтный Предмет И просто Выберите Пункт Использовать Отремонтировать Тело Типа Вылечиться Что ли Иногда Очень полезно Внимательно Посмотреть Предмет Со всех Сторон Выберите В командном Меню Смотреть Чтобы Войти В режим Осмотра Это Да Это Как Опять же Тут Очень много Вот этих Фишек Из Резидента В этом Режиме С помощью вас Поворачивайте Предмет Ну так F Ну у меня Пока просто Нету Ничего Так Понимаю Видите У меня Руки Пустые Может Мне что Дадут Пощупать Перед тем Как я Столкнусь С какими То Проблемами Инспект Penrose 512 Монитор Статуса Разведбота Статус Обнаруженный Критический Отказ Системы Бесположение Поверхность Неизвестной Планеты Отчет Статус Команды А Йон Гештальт Пилот Нет сигнала Реплика Модуль Активно Клуб Из-за Жесткой Посадки Произошел Порежение Критических Систем Внимание Температура Поверхности Критически Низкая Пользуйтесь Защитным Снаряжением Во время Аввоперемещений Пилот Нет сигнала Это Это не может быть Хороше Правильно Я так понимаю Что 512 Это я Penrose 512 Поэтому И Стр Тоже 512 То есть Номер корабля Соответствует Номеру Реплики Которая Обслуживает Внимание Температура Поверхности Критически Низкая Я понимаю Хорошо Да Почему Вот так В общем Это на мыши Левой кнопкой Что-то нажать Правой кнопкой Что-то отменить Не совсем Логично Но в принципе К этому Можно привыкнуть Пока что Управление Не вызывает Какого-то Дикого бомбежа Оно достаточно Удобное Не всегда Те кнопки Которые ты считаешь Они должны Срабатывать Но все равно Все пока что Работает очень хорошо Forward Hall Сюда Заперто Сюда Можно пройти То есть Смотрите Двери Которые Мы уже Прикоснулись То же Как в резике Сделано Что двери Которых Мы уже Пощупали Они нам Отмечаются На карте Можно Или Не Можно Но Двери Которых Мы еще Вот Видите Подошли И она У нас Окрасилась В синий цвет Но туда Что-то Зеленое Значит Скорее всего Туда нам Надо Может быть Это Сначала Сюда Входим Блин А тут Какой-то Лифт Там Ахтунг Вообще-то Написано В шкафу Хранится А в скафандр Я Понимаю Что он Там Хранится Penrose 512 Airlock Control Locked Ставьте Ключ Карту Значит Шлюз Закрыт Ставьте Ключ Карту Я не уверен Что она У меня Есть В этом Шкафу Скафандра Опа Скафандра Нет И сигнала От пилота Нет Есть Варик Что Пилот Просто Решил Свалить Оставив Корабль Репликанта На месте Хорошо Пойдем Посмотрим Что здесь А это Это Рубка Ясно На панели Монитора Посадки Истыковки Прикреплена Выседшая Фотография О Забрать Фотографию Да В общем Придает Фотография Фотография Сделана Ага Вот Я понял Так Осмотреть Вот так Вот Это То Что Мне Нужно Ввести Там Чтобы Так Ладно Секундочку Возможно У меня В голове Что-то Не складывается У меня В голове Пока Такая Штука Что Есть Репликант И есть Пилот На борту Мы Просыпаемся И Видим Такую Картину Корабль Лежит Разбитый Пилота На борту Нет Один Скафандр Отсутствует Можно Сделать Соответствующие Выводы Кто Туда Во второй Креокапсуле Нафиг Если Мы Репликант Что Происходит Пульт управления Системами Правого Борта Никакой Реакции На Нажатие Вероятно Отказ Системы Питания Ну Что Ж Центральный Пульт управления Кораблем Судя По этим Данным Вряд ли Он Сможет Взлететь Снова Это Печально Пульт управления Входным Шлюзом Из-за Жесткой Посадки Произошел Критический Системный Отказ Вспомогательный Монитор Посадки И Встыковки Теперь От него Никакого Толку В общем Тут Все Раздолбано Да Пульт управления Кораблем Это Безнадежно Так Ну Выглядит Конечно Все Бомбезно Про улицу Корабля Разбился В какой-то Заснеженной Местности Ну Хорошо Я Предлагаю Та Блин Я Постоянно На эскейп Пытаюсь Выйти Я Предлагаю Пойти Разбудить Вон Ту Реплику Жалко Что Это Так Что У нас По Карте Каждый Раз Нужно Нажимать Кнопочку Для Прокрутки Нам Вкриогенетику То То есть Просто Вперед Хорошо Я сейчас Сделаю Или плохо Посмотрим Я Не знаю Но Это По крайней мере Выглядит Как то Что нужно Сделать Меня до сих пор Смущает Почему Так Ну Ладно Ну В смысле Почему Здесь есть Кто-то Еще Дополнительный Так Давайте Белое Раз Белое Это Зажженные Или Незажженные Давайте Все Повыключаем Сорян Возможно Некоторые Тупники Так Раз Раз Два Три Четыре Нет Это Стоп Красные Это Зажженные Уайс Точкой Хорошо Надеюсь Что Сработает Да Это Сработает Я его Открыл Я Что Ты Давай Давай Ты Не Нападешь На Меня Пожалуйста А Внутри Криоген Криоген Капсула Лежат Две Половинки Разломанного Ключа Забрать Ключ Да Получим Примет Ключ От Шлюза У меня Еще Больше Вопросов Почему Это Ж Была Запечатанная Криогенная Капсула Правильно Ну То Есть Она Была Не Просто Там Затоплен Ну Она Была Затопленная Да Но Почему В Криогенной Капсуле Система Диагностики Криогенной Капсулы Я Теперь Могу Попасть Шлюз Супер Давайте На секундочку Сбегая Может быть Вниз В смысле Вверх Вниз Мы сейчас Поедем Не Блин Все таки Вниз Нормально Точно Ли Да Точно Ли Мы здесь Ничего Не забываем Lower Gallery Нижняя Палуба Так Просто Как бы Может мы тут Что-то не натыкали До конца Или что-то еще Не сделали Я не хочу Упустить чего-то важного Ну Я понимаю Что это обучающее Нас тут в принципе Сейчас Пока мы на корабле Перегружать Не должны Ничем Никакой информации Стража Замок сломан Дверь нельзя Открыть Я же говорю Стилистика корабля Офигеть Как напоминает Эллен Ну то есть И вот эти вот Квадратные люки В середине комнаты И вот эти вот Двери И все 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 Что здесь происходит Ладно Нам похоже Вот Вэрлок Нам сюда Идем за костюмом Хранится Скафандр А То есть Просто получить Я его не могу Хорошо Давай тогда Прежде чем Использовать Ключ-карту От шлюза Нужно ее Починить Ага Окей Понял тебя Значит Тут нас учат О зампочинке Диагностика Руководство Эксплуатации Нет Стоп F Меню действий Соединить Создать предмет Ключ-карта С помощью Осмотреть Если найду способ Совместить То может Заработать Снова Ну Ты ее Как бы Может я могу Как-то Перевыпустить Меню действий Создать предмет Ну да Я хочу Это и сделать Я не пойму В чем фишка Что у меня нет С помощью А у меня нету Чем я Хорошо Давайте тогда На секундочку Еще В рубку Вернемся Может быть Там будет что-то Что мне поможет Пульт управления Судя по Этим Уже Не взлетит Аж Ну Мне по идее Нужно Или изолента Или Ну Изолента Это грубо Конечно Может какой-то Гель Может еще Какая-то Замок Словно Дверь Нельзя Открыть Я что-то Где-то Упустил Возможно Давай еще раз Так Ремонт Номиологический Модуль Который Позволит Быстро И без проблем Восстановить Важный Для пополнения Миссии Оборудование Нажмите Таб В соответствующем Меню С помощью Выберите Предмет Который Хотите Отремонтировать Нажмите F Открыть Командное Меню Уберите Пункт Соединить Чтобы Войти Режим Соединения Так F Соединить Но Оно Я не могу Соединить С этим А Ну Так Использовать Я не могу Использовать Это Здесь Соединить Я не могу Использовать Там же Ну там Две Половинки А с чем Я его Ну Я его Ну Теоретически Я могу Его наклеить На фотку Не могу Соединить Эти Предметы А Вот же Скотч Ну Твою За ногу Да Ну Это так Так явно Было Но почему То В первый раз Когда я рассмотрел Корабль Я этот скотч Тут не заметил Туплю Согласен Ф Соединить С Вот этим Пожалуйста Мотка Скотча Мне хватит Нет Я понимаю Что это Квестовый предмет И скорее всего Мне этот скотч Уже больше не понадобится Но в таких играх Меня всегда бесит Ты находишь Моток Блин Скотча Используешь От него Маленькую Ленточку И Персонаж Только берет И потом Выбрасывает Здесь оставшийся Моток Ну оставь На будущее Ты же не знаешь Что тебе Еще придется Сматывать Блин Собственные ноги Придется Приматывать К собственным рукам Чтобы убегать Более эффективно Я не знаю Ну То есть Серьезно Зачем Ты так Поступаешь Поехали В терминал Использовать Этот предмет Ключ от шлюза Да Используем Предмет Ключ от шлюза Вот Теперь мне дадут Одеть скафандр Спасибо Я буду Как Гордон Фриман Офигеть Как это выглядит Ну Ну Да Вот прям На самом деле Офигенно Роузенжин Если что Называется Компания Поэтому Тут Насчет розы Я понимаю К чему Эти отсылки Еще надо бы понять Как здесь работает Сохранение Я двигаюсь Не Да Я двигаюсь Ни хрена Не видно Я двигаюсь Мышкой Если что Не Не Ваздом А мышкой Тут Какие-то Врата Охренеть Что происходит Вообще Не Не Лезь туда Оно Тебя Сожрет Не Надо Ну, капитан ушел туда. Ёлки-палки. Какой-то хрен знает, какой планете. Хрен знает, что тут вообще происходит. Там какая-то дыра. Зачем? Я могу ходить, я могу ходить. Но ходить вот это будем уже в следующей серии. Я понимаю, что я только что прошел обучалку. Что, в принципе, все самое интересное только начинается. Но в этом и фишка. Это пробная серия. Заодно я тут и звук хочу потестить. Вроде как я его настроил. Но вы знаете, первая серия всегда выходит через непонятно как. Пишите вообще, что вы думаете про эту игрушку. Насколько она вам зашла. Вот эта атмосфера, вот это все. Потом уже будем определяться с форматом серии. Они будут или получасовые, или 45, или час. Уже будем смотреть по контенту. Пока что я считаю, что это идеальное место для того, чтобы пока что завершить эту серию. Пишите, что думаете. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра-бабра. Всем молодушек. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok